Приветствую вас! Наиболее оптимальный вариант, который можно рассматривать глобально, не без отсчета ваших индивидуальных особенностей, без анализа вашей жизни, вашего жизненного пути, является то, что сексуальное желание возникает зачастую тогда, когда с одной стороны присутствует импринт, то есть определенное запечатление, то есть когда-то у вас вот запечатлелся определенный образ мужчины, или даже не мужчины, а партнера, с которым было связано ваше сексуальное возбуждение, вот, и с тех пор это собственно и является тем, что вас привлекает. Возможно, конечно, и другая история, например, как вы правильно сказали про женственность, вот, то есть тут опять же я думаю, что вам, что вы, вам не хватает именно, знаете как, у вас много мужского, я думаю, я думаю, что у вас много мужского именно, поэтому вас привлекают женственные мужчины, мужчины, вот, то есть я имею ввиду, что вы сами можете принимать решение, я имею ввиду, что вы сами, сами берете на себя ответственность, я имею ввиду, что вы, ну, возможно, обеспечиваете себя сами, возможно, вы такая очень бойкая, такая активная, такая вот прям, прямо-прямо-прямо, вот это вот все и проявляет собственное стремление к мужчинам такого типа, которые являются более, более женственными. Вот, при этом самую женственность вас это не может отменять, то есть если вы женственные, по сомнению, лично я не оставлю, вот, но тем не менее, тем не менее. Нормально ли это? Нормально. До тех пор, пока вы не хотите это менять сами, до тех пор, пока вам это приносит удовольствие и наслаждение, нормально, нормально. Я не думаю, что это нужно менять, если только вот вам прям, ну, если прям вы от этого не начнете страдать, то нормально, то есть, и если от этого не будет какого-либо вреда вам и другим людям, то нормально, абсолютно. Ну, то есть, понятно, что это можно назвать не классическими отношениями, не традиционными, безусловно, вот, но в современном обществе, в современном обществе это нормально, хочется и хочется верить. Так что, норма здесь определяется скорее наличием или отсутствием вреда и пользы, вот. Так что, такая вот история. Я не очень представляю себе, что вам даст ответ на вопрос такого типа, без детального анализа вашего жизненного пути, вот, потому что, ну, вот вы пишите, что вам нравится там определенный тип мужчин. Ага, вы пишите, что вы женственно, но что вы понимаете по женственности? То есть, вы говорите, что, вот, опять же, что вы читали, вы читали, что девушкам не хватает женственности, поэтому привлекаешь трансов. А, нет, это, я не знаю, где вы это прочитали, но на самом деле это работает не так. Если девушка привлекает транс, значит, и, то есть, как бы, если это мужчина, который, ну, ближе к женщине, да, то есть, такой женственный мужчина, то это означает, что у женщины, у самой много мужского. С другой стороны, возможно, здесь, возможно, ситуации такие, когда, например, от классического мужчины, традиционного мужчины, в силу, вот, его, ну, в силу его образа вы можете ждать чего-то негативного, чего-то плохого, что-то вам противно может быть. Вот, опять же, здесь играет роль очень большую именно импринт, вот, что, в принципе, можно разобраться в целом. Я не вижу какой-либо необходимости вам что-либо менять в своих декциальных предпочтениях до того, пока вам это не будет нести вред и не будет нести вред другим людям, которые находятся, как бы, ну, рядом с там. Вот. Я думаю так, можно ответить вам на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok